Тысячи взволнованных родителей приводят своих детей в эту больницу в столице Камбоджи. Последние недели их число неуклонно растёт. Вместе с этим в стране нарастает паника в связи с распространением слухов о загадочной смертельной болезни. С конца апреля у 66 детей в возрасте от 11 месяцев до 11 лет развились осложнения в виде энцефалита. Большинство из них погибло. Биологи говорят, что во многих случаях у детей был обнаружен кишечный энтеровирус IV-71, который вызывает вирусную пузырчатку полости рта и конечностей, а также поражает внутренние органы и может вызвать серьёзные осложнения. Токсикологические анализы уже были отправлены на исследование в Австралию, однако окончательные результаты могут поступить только через несколько месяцев. Тем временем, в этой круглосуточно-бесплатной больнице в Пномпене очередь не уменьшается ни днём, ни ночью. «Мой сын кашляет, и у него проблемы с дыханием. Я очень испугался, что у него болезнь рук, ног и рта, поэтому привёл его в больницу». «Беспокоюсь, что у внучки будет лихорадка или проблема с дыхательными органами, поэтому привела её сюда». Между тем, врачи призывают не создавать панику. «На прошлой неделе у нас было только два случая, но есть 1600 случаев заболевания лихорадкой Денге. 5000 детей на прошлой неделе были госпитализированы, и только два случая, связанных с этим вирусом. Так что нет смысла создавать панику даже за пределами Камбоджи». Однако Всемирная организация здравоохранения говорит, что это первый случай появления энтеровируса EV-71 в Камбодже, поэтому необходимо принять соответствующие меры. Она уже пообещала предоставить Министерству здравоохранения страны необходимую техническую поддержку и обучение. Она также призывает население придерживаться санитарно-гигиенических норм и при первых симптомах заболевания сразу обращаться в больницу.